Этой весной на призывные комиссии в Ульяновской области придут около 7 тысяч человек. Тысячи из них предстоит служить в вооруженных силах, и еще 185 в войсках Насгвардии. Шесть призывников пойдут на альтернативную гражданскую службу. Главное новшество этого года касается тех, кто признан медиками, ограниченно годными и освобожденными от службы к призыву. Если они поправили свое здоровье, у них появилась возможность отслужить в армии и поступить на службу в силовые структуры. Для этого гражданам нужно обратиться в военный комиссариат для определения годности к военной службе. В настоящее время пять граждан изъявили желание, подали заявление, проходит медицинское освидетельствование, и один гражданин из них уже признан годным к военной службе. Тем временем на плацу областного призывного пункта построились новобранцы трех команд. Десять человек отправляются в Екатеринбург, подразделение сухопутных войск. Еще две команды по 20 новобранцев – войска и национальной гвардии в Подмосковье. На протяжении всей истории наши деды, наши отцы служили в армии, защищали Родину. Каждый на своем боевом посту. Сегодня наступил ваш черед. Никто не говорит, что служба – это мед, это сахар. Служить трудно, тяжело порой, но интересно. И через этот этап жизни я считаю, что должен пройти каждый, кто считает себя настоящим мужчиной, мужиком. Ульяновцам предстоит служба во всех родах войск. Географически – от Мурманска до Читы. На призывном пункте перед отправкой новобранцам уже по традиции выдают повседневную форму одежды, банковские карты для перечисления денежного удовольствия и две сим-карты с льготным тарифом «Позвони маме». Надеюсь, что вы достойно пройдете все тяготы и лишения военной службы. И не позрамите нашу ульяновскую землю. В последнее время от командиров войсковых частей, где проходят службу наши земляки, около трех тысяч каждый год мы направляем в различные виды, рода, Министерства обороны и войска национальных гвардий, ребят. И только хорошие отзывы. Также новобранцев напутствовали их родители, а православный священник окропил призывников святой водой. И под прощание славянки юноши отправились в путь к местам прохождения воинской службы. Алексей Матюнин, Иван Демидов, репортер 73.